Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня будем говорить о службе во внутренних войсках Беларуси. Присоединяйтесь! Андрей Вячеславович Смирнов, командир войсковой части 55-25, полковник. Родился в 1975 году в Смоленской области Российской Федерации. В 1991 году семья переехала в Минск в связи с переводом отца по службе. В 1993 году поступил на факультет внутренних войск Минского высшего военного командного училища, ныне военной академии Республики Беларусь. Специальность – командная тактическая мотострелковых войск. В 1997 году получил квалификацию инженера по эксплуатации автомобилей и гусеничной техники. В 2008 году поступил на командно-штабной факультет военной академии, который окончил в 2010 году. Проходил службу в войсковых частях Минской Барановичей. В 2010 году назначен первым заместителем командира, начальником штаба войсковой части 55-22 в Гродно. Шесть лет служил в войсковой части 33-10 в военном городке Околица Минского района. В 2017 году назначен командиром войсковой части 55-25. Награжден государственной медалью за безупречную службу третьей степени. Задать вопрос Андрею Смирнову можно прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Андрей Вячеславович. Здравствуйте, Ольга. 18 марта внутренние войска Беларуси будут отмечать 100-летний юбилей. Об армейских буднях мы еще сегодня поговорим, но сначала я хотела бы больше узнать о вас. Почему вы решили связать свою жизнь с армейской службой и выбрали военную академию? Скорее всего, это продолжение воинской службы своего отца, своего деда, потому что они у меня кадровые военные. И, скорее всего, видя их службу, постоянно находясь рядом, я просто уже не представлял, что я могу иметь какую-то другую профессию. Это был самостоятельный выбор или так отец и дедушка давили? Скорее всего, это самостоятельный выбор, осознанный был. Я еще раз повторюсь, что обстановка, наверное, подтолкнула меня, то, что вокруг семьи моя складывалась. Я все время видел эту военную службу, я не представлял себя военным. Родители, конечно, и отец направлял в нужное русло, но это было без, скажем так, назиданий каких-то. Никто меня не заставлял, просто поправляли мой курс. Но восприняли, наверное, с радостью, с гордостью такое ваше решение. А в каких войсках проходила служба отца? Отец тоже служил во внутренних войсках, дед служил во внутренних войсках. То есть такая действительно семейная династия. Учиться было сложно или вы уже были готовы ко всему, что ожидает в этой непростой жизни? Учиться было, конечно же, сложно. Потому что я начал обучаться. Становление факультета внутренних войск. То есть сложности было в обучении. Происходили различные перестановки и в образовательном процессе, и преподаватели сменялись, и менялось место дислокации факультета. Ну, было интересно зато. И время было сложное. Это были 90-е. Что было вот такое самым для вас испытанием? Вот сейчас, наверное, я думаю, что молодым людям, которые выбирают свой жизненный путь или которым предстоит отправиться в армию, будет интересно. Что? Было что-то такое, что напугало? Или уже готовность такая была абсолютная ко всему? Вы знаете, ничего не пугало. Потому что, скорее всего, тот коллектив, с которым я учился, у нас, во-первых, большой был коллектив. Мы все были дружны. У нас не было, чтобы кто-то кому-то не помогал. Наоборот, сложности, которые в становлении факультета были, они нас сплотили. И позволило нам, высоко подняв голову, пройти по программе обучения. Что дает молодым людям служба в армии? С таким вопросом наши корреспонденты обратились к прохожим на улицах. Давайте посмотрим. Я думаю, это закаляет дух молодого человека. Дает ему силу, дает ему ориентацию в жизни, правильно принимать решения. Вот так как-то. Ну и потом еще патриотизм, защита Родины. Это тоже делает человека выше. Я думаю, выносливость. Вообще-то нужно для каждого мужчины. У меня муж служил. Я думаю, сын пойдет служить. Это нужно. Ну я горд был и гордился, что сам служил, брат служил офицерам. Я считаю, что любой молодой человек должен служить обязательно в армии. Что им это даст? Что им даст? Почувствовать себя человеком. Настоящим. Взрослеют, мужественные. А как у нас сейчас молодежь ходит по дворам, неизвестно, чем занимается. Так что им нужно срочно в армию. Как мы и раньше. И на севере были, и в Средней Азии посылали. По три года служили. Военно-морской четыре года. Так что я думаю, армия очень это закаляет молодых людей. Сыновья мои отслужили. Отслужили нормально. И приехали с армии. Были хорошие ребята. Один в подмосковье, второй в Гродно. У меня тоже. Два сына и два были в армии, служили. И вот не очень, да в прошлом году пришел внук с армии. Возмужавший. Повзрослевший. Вы знаете, Люба смотрит. Я считаю, что армия нужна молодым людям. Конечно, нужна. У меня сын служил в армии. Я знаю, насколько он возмужал. Стал мужчиной. Потом дает закалку, во-первых. Потом дисциплинирует. Ну, много хороших качеств, которые я сразу как-то не припомню. Но вот я вам говорю из собственного опыта. Я никогда у меня не стоял вопрос, идти ему в армию, не идти. Я знала, что это пойдет ему на пользу. Тем более сейчас, когда они служат в армии Белоруссии, я думаю, что это просто долг каждого молодого человека. Вы смотрите «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. 340-043. Номер нашего телефона. Присоединяйтесь к нашей беседе. Андрей Вячеславович, мы выслушали мнение наших телезрителей. Многие мнения, такие достаточно позитивные относительно службы в армии. Ну, как вы думаете, каждый ли молодой человек должен через это пройти? Или этот выбор должен быть все-таки каким-то более осознанным, самостоятельным? Что вы думаете? Наверное, есть те специальности, может быть, для государства, которые получил молодой человек, которые он должен их притворять в жизнь, не служа в армию. Но это единицы. Те штучные молодые люди, которые обучались по конкретной специальности, которая необходима именно сейчас государству, по которой он должен работать. Все же остальные, я думаю, в обязательном порядке должны пройти эту службу. Как уже говорили, ничего в этом сложного нет. В то же время, что нам может дать молодому человеку? Научиться, прежде всего, общаться в коллективе. Потому что коллектив, он разношерстный, армейский. И тут необходимо уже уметь приспособиться для того, чтобы не выживать, а существовать в этом коллективе. И второй вопрос, немаловажный, я считаю, в нынешнее время, что молодежь, наверное, в основной массе, не буду за все говорить, но все-таки физически слаба. А тут волей-неволей мы заставляем заниматься физической подготовкой. Уже призывник, который приходил, не умел что-то делать, не умел подтягиваться, наверное, к нашему горе, сожалению, по окончанию службы он уже возмужавший, крепкий парень, которого приятно посмотреть. То есть статный становится. Видно, что мужчина уже. Ну, это хорошие примеры, да? И хорошо, когда так складывается. А вот за годы вашей службы вы видели примеры обратные, когда человек попадает в совсем для себя несвойственные, неприемлемые условия, не может приспособиться, ему не хочет, наверное, в первую очередь, да, этого делать. И когда думаете, что, ну, лучше бы, товарища, тебя тут не было, на самом деле. Бывало такое? Бывают такие случаи, конечно. Но у нас создана такая система, что вольный-неволей человек, он втягивается в эту службу. Единицы, скажу так, которых по болезням, вот, увольняем, ну, по здоровью не может дальше человек продолжать службу. Но в основе мы добиваемся того, чтобы все-таки он уволился в запас по окончанию срока службы. Внутренние войска входят в структуру МВД, являются частью системы национальной безопасности. Расскажите, пожалуйста, какие задачи возложены на войсковую часть 55-25, чем непосредственно вы занимаетесь? Наша часть совместно с Органом внутренних дел Гомельской области выполняет задачи по охране и обеспечиванию безопасности граждан при проведении массовых мероприятий, выполняет задачи патрульно-постовой службы, это несение непосредственно службы на маршрутах городов Гомельской области, выполняем задачи по охране и надзору осужденных, которые находятся в исправительных учреждениях, также выполняет задачи саперно-пиротехническая группа, которая обеспечивает выполнять заявок различных органов власти по разминированию и участвуем в территориальной обороне Республики Беларусь. Андрей Вячеславович, вы в части почти год. Помните, когда только приехали по своему назначению, увидели ее, какие задачи для себя определили как приоритетные? – Первая задача, которую я себе поставил, это продолжить те традиции, которые заложили до меня командиры. Потому что часть на хорошем счету во внутренних войсках – это основная, наверное, тенденция была. И второй вопрос проблемный – это все-таки укомплектовать. Часть подразделений есть в бригаде, которые комплектуются военнослужащими контрактной службой, чтобы укомплектовать их 100%. Это вот основные задачи. – Насколько за этот год вам удалось продвинуться в осуществлении этих целей? – По второй задаче практически мы укомплектовались полностью 100% военнослужащими контрактной службой. Ну и часть достойную, сейчас оценил командующие войсками, командование войск достойно за этот год показало себя на различных этапах проверок. – Вы служили в разных регионах нашей страны. У гомельской части есть своя специфика? – Специфика в том части, что она в своем составе имеет отдельно дислоцированные подразделения, которые расположены отдельными гарнизонами. И непосредственно там командир роты является, можно сказать, маленьким командиром части, потому что у него вся структура воинской части у него есть. То есть и тыловыми вопросами занимается, и вопросами различными видами обеспечения, и сам организовывает боевую службу, и воспитательный процесс. То есть все это лежит на одном человеке и непосредственно небольшом коллективе офицеров, которые у него есть в подчинении. И второе, наверное, немаловажный, специфический вопрос такой. Во внутренних войсках только два подразделения есть, которые в бригаде у нас существуют. Это подразделения, которые на 60% укомплектованы военнослужащими женщинами. Это подразделения, которые занимаются надзором в исправительных учреждениях номер 4 и 24 гомельской области. Как раз у нас есть вопрос, который пришел к нам на Вайбер. Служат ли в части девушки и как устроиться по контракту? Мария, Мария, спасибо за сообщение. Значит, девушки служат. Это мы уже выяснили. И причем мы уже идем к тем формам, чтобы военнослужащие женщины начали служить на должностях, где служат военнослужащие мужчины. Поэтому мы рады будем видеть девушек у нас в части. Для этого приходите к нам в часть. Адрес есть в интернете, вы можете найти. И там уже конкретно объяснят, какие необходимы документы для поступления на военнослужбу в части. Образование? Образование должно быть средним. Имеет значение какое? Среднее образование. Техническое? Нет, не имеет. Гуманитарное? Не имеет значения. А что имеет значение? Имеет значение здоровье, чтобы не было административных правонарушений, соответственно, уголовного прошлого какого-либо. Понятно. А возраст? Возраст мы принимаем с 18 лет на службу. Ну, конечно, к женщинам стараемся, чтобы они уже осознанно к нам шли. Поэтому уже выборочно. Непосредственно с каждым кандидатом мы работаем. Уже исходя из интереса, который есть у кандидата, что он ищет в службе в войсках, для чего идет. То есть обеседование такое будет предметное? Конечно. Давайте продолжим. У комельской части есть своя специфика. Вы сказали о традиции, которые за почти три десятка лет ее существования уже успели сложиться. Есть? Ну, основная традиция – это, скорее всего, выполнять все служебно-боевые задачи. На высшем уровне – это основная традиция для части. И так анализируя прошлое, часть всегда все задачи, которые ставились, они выполняли на достойном уровне. Это есть оценка и руководство УВД Гомельского области полкома, ну и, соответственно, командующего войсками. Вы уже неоднократно это сегодня подчеркнули, что все поставленные задачи вам удается выполнять. Расскажите, пожалуйста, тогда, может быть, подробнее о том, каких результатов, как оценивается эффективность, по каким параметрам, каким критериям. И сейчас, если вот даже обратить, вот я обратил внимание, когда с Минского региона прибыла в Гомельскую область, отличаются люди даже на улицах Гомеля. Если обратили, и вы, наверное, обращаете, дети вечером гуляют, и родители отпускают, но, я думаю, не боясь, что с ними что-то случится. Наверное, это заслуга и нашей части, что и граждане ходят, и вечером гуляют, не опасаясь за свое здоровье. И поэтому у нас довольно-таки большое количество военнослужащих задержали граждан, которые совершили преступление. Больше 13 тысяч у нас задержанных за административные правонарушения граждан. Саперы больше 700 взрывоопасных предметов за этот год обнаружили и уничтожили. То есть результаты есть. И вклад, я скажу, немалой, наверное, бригады в том, чтобы безопасность на Гомельской области позволяла гражданам чувствовать себя хорошо. Спасибо. Есть вопрос, который пришел на Вайбер. Можно ли призывнику попасть на службу в военную часть 55-25 по собственному желанию? Большой плюс – это недалеко от дома, Вячеслав. Мы отбираем призывников для службы как из Гомельской области, Могилевской и Брестской. Все зависит, подходит ли по своим, скажем так, параметрам призывник. Это, опять же, повторюсь, здоровье в первую очередь, плюс административное, чтобы не было много административных взысканий, уголовного прошлого. И дальше уже непосредственно те офицеры, которые работают в военкоматах, они уже принимают решение. Тот или иной призывник будет служить у нас в части. Но, я уже повторюсь, стараемся, конечно, выбрать тех, которые по желанию будут служить во внутренних войсках. Это немаловажно. Именно во внутренних войсках, а не в городе Гомеле. То есть формулировка должна быть такая. Потому что у нас Гомельская область комплектует не только нашу бригаду, не все внутренние войска комплектуют. Спасибо большое, Андрей Вячеславович. Предлагаю ненадолго прерваться и посмотреть сюжет. А через несколько минут мы вернемся, присоединяйтесь, пожалуйста, к диалогу. По вторникам физическая подготовка, по четвергам изучение уставов и получение правовых знаний. По субботам при любой погоде стрельба и преодоление полосы препятствий. Воскресенье отведено тренировкам в лесу. Это расписание в военно-патриотическом клубе «Честь» при войсковой части 55-25. Неукоснительно соблюдаются уже не один год. Воспитанники клуба со школьной скамьи принимают участие в жизни части. И уже осознанно решают, связать ли с военной службой дальнейшую судьбу. Об этом говорит сухая статистика. За 15 лет курсантами военной академии, Академии МВД Республики Беларусь, Новосибирского института разведки, Рязанского воздушно-десантного училища и военных кафедр других вузов стали более 90 бывших воспитанников. И такой факт. Действующий при ВЧ 55-25 военно-патриотический клуб «Честь» – это единственное объединение такого рода, где подростки могут получить лиловый берет. Адаптированный к этому возрасту – вариант знаменитого крапового берета. Первый день они сдают общефизическую подготовку. Бег, прыжки, кувырки, метание гранаты, метание боевых пластин по мишени. Второй, третий день – сдача идет в лесу. Организация бивака, организация засады, поиск МФП противника, неформальных вооруженных формирований противника, приготовление пищи, охрана лагеря в ночной период. То есть два дня в лесу насыщенные. И самое интересное, что это все происходит в декабре месяце, в 20-х числах декабря обычно это происходит. Ну и последнее по приходу сюда уже, на базу, дети сдают рукопашный бой, спарринги. Три противника по две минуты с каждым противником. Итого получается шесть минут он должен выстоять, не победить, а выстоять. Войсковая часть 55-25 – это место вообще особенное. Еще одно ее официальное название – шестая отдельная специальная милицейская бригада. А поэтому требования к новобранцам здесь более чем серьезные. Учебный сбор, теоретическая подготовка и стажировка в качестве патрульного. Уже примерно через два с половиной месяца после призыва эти ребята выйдут на улицы города в милицейской форме. По этой причине каждый кандидат подвергается углубленной проверке. Сюда не берут тех, кто ранее совершил преступление, в отношении кого осуществляется уголовное преследование, чьи родственники отбывали наказание в виде лишения свободы. Также склонные к суициду, мы их отбираем, и в войска они не призываются. Также обращаем внимание на их образование. Это в основном высшее образование, среднеспециальное, профессионально-техническое образование. Не попадают в наши войска гражданские парни, которые имеют базовое образование. Либо, может быть, они учились в школе и хорошо, но имеют средний балл от 4 до 5. Таких мы тоже к себе не призываем. По словам военнослужащих, самым трудным в первые дни после призыва был утренний подъем. Хотя уже через неделю организм привыкает, и служба уже не кажется такой трудной. Раз в неделю можно позвонить домой. Правда, непосредственно к телефонам в части есть определенные требования. Они должны быть без возможности выхода в интернет и без видеокамер. Впрочем, свободного времени у солдат немного. День насыщен занятиями, подготовкой и непосредственной службой на городских улицах. Особое требование к военнослужащим взвода специального назначения. Спортсмены, которые каких-то добились результатов, на основном такой критерии, и те, кто по морально-деловым качествам устойчив. Такие люди требуются к нам, приходят в службу. У нас взвод частично срочной службы и контрактной службы. К людям, выполняющим специальные задачи, и требования предъявляют специальные спецназ. Каким бы он ни был, это не общевойсковая подготовка, а тяжелый и ежедневный труд, совладать с которым далеко не всем под силу. Аналитическое мышление, способность быстро принимать решения, которые позволят эффективно выполнить задачу, здесь не менее важно, чем физическая сила. О возможностях бойцов взвода специального назначения войсковой части 55-25 можно судить даже по этим показательным выступлениям. В реальности они способны выполнить любую поставленную задачу. СИЛА! СИЛА! Пошел, старай! СИЛА! 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 Вы смотрите диалог командира войсковой части 55-25 Андрей Смирнов. Сегодня у нас в гостях. Андрей Вячеславович, конечно, армейская жизнь легкой не бывает и не должна, наверное, быть. И она должна научить молодого человека справляться с трудностями и бытовыми в том числе. Какое вы внимание уделяете тому, в каких условиях проходит служба? Я хочу заверить, что бытовых трудностей у наших военнослужащих нет. Наверное, самые тяжелые бытовые трудности – это научиться подшивать воротничок, подворотничок, когда приходят первые дни на службу. Все остальные условия мы постарались такие создать, чтобы военнослужащий не отвлекался на бытовые какие-то проблемы. Он должен заниматься боевой подготовкой, думать о выполнении задач службы. Для этого мы оборудовали, постарались создать уют во всех подразделениях. Особое внимание, конечно, у нас уделено тем подразделениям, которые дислоцируются в Речице-Светлогорской и Мозыре, потому что это отдельные подразделения. Там нет, так скажем, влияния подразделения обеспечения бригады своевременно, потому что удаленность расстояния. Поэтому мы не можем. Поэтому вначале мы обеспечиваем там все. Во всех у нас подразделениях обеспечена бытовая стиральная машина, душ есть для солдата. Есть все вопросы, связанные с вопросами, которые мы можем закрыть. Это по обеспечению отдыха военнослужащим. Стараемся создать максимальные условия для проведения, хорошие условия для проведения выходных дней и вывести в город какие-либо мероприятия проводятся в городе, выставки, музеи, кинотеатры. Какие-то мероприятия проводим у себя в части, совместные мероприятия с городскими властями. То есть все условия бытовые и созданы у нас для службы. То есть солдат у нас и может и постираться, когда ему дом, и в свободное время принять душ. И, как уже в сюжете говорили, в свободное время позвонить родителям, не только по мобильному телефону, есть возможность таксофона позвонить, при желании может и письмо написать, конечно. То есть все для службы у нас есть в части. Все, что касается вот этого, да, этой части жизни, вы уже довольны тем, как несколько лет назад в части прошел масштабный ремонт? И вот тем, как сейчас все выглядит или еще что-то планируете? Еще, конечно, у нас есть большие задумки. Надо клуб отремонтировать, столовую отремонтировать, чтобы уже часть соответствовала современному уровню войск. А так все условия бытовые, там, где проживают солдаты, они достойном уровне, очень достойный у нас медицинский пункт, где первоначальная любая помощь может быть специалистами медицинского пункта, оказанного и на службе. Ну и тогда, соответственно, никаких отговорок быть не может, да? Почему что-то не получается? Как контролируете качество подготовки военнослужащих? У нас прошлый год, хочу вернуться, был годом боевой подготовки, объявленного во внутренних войсках. Все усилия были направлены на обучение личного состава по тем задачам, которые поставлены перед нами государством. И проведенные различные учения показали, что все-таки результат этот год боевой подготовки дал. И оценка подразделений и части в целом отдается именно по практическому выполнению той или иной задачи, которая поставлена государством перед частью. И оценка, которую проверяли бригаду в начале года, показала, что бригада готова выполнять задачи на достойном уровне. Но оценка военнослужащих непосредственно индивидуальная. Мы раз в квартал проводим контрольно-проверочные занятия, раз в год задается итоговая проверка, где уже непосредственно по каждому предмету военнослужащие оцениваются. И уже после этого делается вывод о подготовленности военнослужащим как одиноче, так и в бригаде в целом. И уже на следующий год планируется, какие вопросы необходимо отрабатывать, чтобы те или иные изъяны уже у нас не повторялись в следующем периоде. А во время проверки, которую проходила часть, какие задания нужно было выполнять? Что нужно было продемонстрировать? Необходимо было продемонстрировать слаженность работы органов управления в управлении подчиненными подразделениями. Практически бригада выполняла задачи по пресечению массовых беспорядков в населенных пункте, поиск диверсионно-разведывательной группы и поиск бежавшего осужденного. Все эти задачи выполнили и оценены. То есть это были учения, да? Непосредственно проходили в это время. Какие недостатки вам еще предстоит исправить? Ну, это специфические вопросы, я не буду уже раскрывать. Конечно, всегда надо двигаться вперед. Мы же не можем за один год или за пару лет стать совершенными. Вот стать совершенными, конечно, нельзя. И, наверное, и за 30 лет нельзя. Поэтому продолжим. Вот у кого должна быть безупречная подготовка, так это у саперов-пиротехников, которые у вас служат, и у кинологов. Приходилось ли этим сотрудникам справляться с ситуациями, которые были потенциально для их жизни и для жизни окружающих опасными? Я скажу так, любой выезд сапера – это потенциально опасная ситуация. Он на любой вызов едет, на боевой вызов. Сколько часто такие вызовы происходят? Ежедневно. Практически ежедневно саперы выезжают в летний период, в весенний, осенний период. Они могут по несколько раз выезжать на заявки. Поэтому у них нет простого выезда. Любой сложный выезд. То есть какие-то предметы, похожие на взрывоопасные, у нас находятся достаточно часто, да? Конечно. При проведении строительных работ, даже полевые работы. Полевые работы, да. Что происходит? Как все это организуется на практике? Как это выглядит? То есть любой такой предмет, независимо от того, рассматривается он как потенциально опасный или нет, все равно отрабатывается… По-боевому. То есть военнослужащие, саперно-периотехническая группа, она выезжает на боевой сигнал в любом случае. И уже отрабатывает с применением и собак, и различных специальных устройств по обнаружению взрывоопасного предмета. И сапер работает… Даже если он будет видеть, что это визуально не похоже на взрывоопасный предмет, все равно он будет отрабатывать как взрывоопасный предмет. Были внештатные ситуации во время таких выездов? Нет, я думаю, не должно быть. Конечно, не должно быть. Потому что, чтобы не было поговорки сапер, чтобы не ошибался. Это показатель профессионализма, и на самом деле качественной подготовки. Военнослужащие, как вы уже говорили, помогают органам внутренних дел обеспечивать порядок на улицах во время проведения массовых мероприятий. Улицы стали наши спокойнее, и во время гуляний ведут себя гомельчане достаточно законопослушно, да? Да. Ну, какие нештатные ситуации возможны? К чему вы, ребят, готовите? Как им действовать? Какие у них полномочия? В основном, при проведении массовых мероприятий, мы готовим военнослужащих в готовности пресечь групповые нарушения общественного порядка. В основном, это, конечно, больше связано при проведении спортивных, в частности, футбольных матчей. Ну, это опасная, да, вещь. Мы основательно готовим военнослужащих к футбольному сезону. Сейчас у нас началась уже непосредственно подготовка. Вот это основная задача. Административная практика, она, как и на улице, на маршруте патрулирован, точно так же и на массовых мероприятиях военнослужащих подготовлены и занимаются в любом случае. То есть и распитие пресекают, и какие-то хулиганские проявления. Все это занимается, как, еще раз повторюсь, принесением патрульно-постовой службы и при обеспечении массовых мероприятий. Сколько сотрудников у вас отправляется на улицы? Ежедневно порядка 200 человек выделяется на службу. И они подтверждают? Не каждый день мы выделяем. Четверг, пятый, субботой и воскресенье. И как, когда последний раз приходилось докладывать? Вам поступал доклад о какой-то внештатной ситуации? О том, что во время дежурства то-то и то-то произошло? Могите это докладывать? Конечно, докладывать, но такого пока я здесь служу не было. За год не было? Именно связанное со службой военнослужащих. Понятно. Призывники, а их родители в особенности, беспокоятся о том, как же сложится у ребенка отношение внутри коллектива. Вы об этом тоже говорили, что, конечно, люди разные, люди подбираются. Очень разные по своему образованию, по своему мировоззрению, по интересам. И опасностей тут какого-то несовпадения характеров тоже достаточно. Вы об этом хорошо знаете. Скажите, тема неуставных отношений. Имеет отношение... Каламбур такой у меня получился. Имеет отношение к части? Неуставные взаимоотношения – это проблема на любой казарменной жизни. Потому что есть, опять же, разные характеры, разные жизненные приоритеты у кого-то. Кто-то до службы в армии занимал, то есть умел общаться в коллективе. Кто-то не умел, он становится низгоем. Он отдельно как-то в коллективе ведет себя. И возможно, что если не будет командира младшего звена, командира отделения, командира взвода, замком взвода, возле этих солдат, вот в том случае возможно нарушение неуставных правил взаимоотношений. Все зависит прежде всего от командира, который непосредственно работает с военнослужащим. Если ему это неинтересно или наоборот его устраивают неуставные взаимоотношения, потому что, если так откровенно говоря, при неуставных взаимоотношениях, когда казарменное, скажем так, хулиганство есть, оно для солдат проще. Жить проще, существовать им проще. Но в то же время командиру, чтобы не было вот этих неуставных взаимоотношений, ему надо постоянно работать, держать руку на пульсе, знать, чем солдаты дышат, чем занимаются 24 часа в сутки. Мы постарались создать условия, чтобы командиры этим занимались. У нас 100% в этом году уже будет 100% комплектованность офицерским составом, что нам не дает право на ошибку в казарменном хулиганстве. Созданы условия для того, чтобы пресекать заранее. Есть институт психологов, который непосредственно работает с военнослужащим, военнослужащим может обратиться для устранения тех или иных проблем. Андрей Вячеславович, у нас остается около 4 минут до окончания программы. Пошли активно вопросы на Вайбер. Сейчас постараемся быстренько рассказать. Расскажите подробнее про подразделение конвоирования, как устроиться на службу по контракту в данное подразделение. Для того, чтобы устроиться в данное подразделение по конвоированию, необходимо, опять же возвращаюсь, иметь среднее образование. Желательно служба должна проходить с оружием. Если кто-то служил во внутренних войсках, то будем рады очень видеть. Не иметь, опять же, уголовного прошлого, административного, административных правонарушений. И, опять же, жду в части офицеры кадрового аппарата. Они все объяснят, конкретно расскажут, какие этапы надо пройти для того, чтобы устроиться на службу. Расскажите о легкоатлетическом пробеге, который пройдет в субботу в Гомеле. Как принять участие в нем? Александр. И также есть подобный вопрос от девушки по имени Ленчик. Извините за вопрос. Мне 20 лет, можно ли мне принять участие? Ну, в 20 лет вам уже многое можно. В этом пробеге участвуют все желающие. Ограничений нет. В один час у нас пробег. Заранее просьба приходить, регистрироваться и выходить на дистанцию. Дистанция начинается у нас от площади Ленина по парковому комплексу. Прийти, заранее зарегистрироваться и можно бежать. А бежать нужно сколько? 10-5 километров. Серьезная дистанция. Андрей Вячеславович, какие еще мероприятия, приуроченные к столетию внутренних войск, пройдут в Гомеле? Завтра мы проводим торжественное собрание, где будут поощрены лучшие военнослужащие. В принципе, практически все военнослужащие у нас будут поощрены. Легкоатлетический кросс проводим. Плюс наш ансамбль будет проезжать по городам. Это Мозырь и Вречицы давать концерты для военнослужащих, которые проходят службу там. И 16-го числа часть военнослужащих нашей бригады выезжает на торжественное мероприятие в город Минск с участием главы государства, министра внутренних дел и командующего внутреннего войска. Ну что ж, я желаю, чтобы все ваши мероприятия прошли на высоком уровне, чтобы у всех участников остались только позитивные впечатления, эмоции. У вас есть некоторое небольшое время для того, чтобы ваших военнослужащих поздравить с этим днем. Уважаемые ветераны, уважаемые военнослужащие внутренних войск, те граждане нашей республики, которые проходили службу во внутренних войсках, искренне поздравляю вас с днем образования внутренних войск. Желаю здоровья, успехов тех, кто служил в нашей дальнейшей службе. Всего самого наилучшего. До скорой встречи. Я думаю, кто хотел к нам прибыть, мы будем ждать их у нас в части. Андрей Вячеславович, висит у нас звонок на линии. Первый и последний на сегодня. Здравствуйте. Если вы очень коротко, то мы вас выслушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вот внук в апреле исполняется 18 лет. Он учится в кооперативном колледже. Скажите, пожалуйста, заберут его в армию или дадут ему этот колледж закончить? Вот он на первом курсе, ему еще второй год надо учиться. Это непосредственно решается в военкомате. Данная проблема. Могут дать закончить. То есть надо подойти в военкомат, там уже все расскажут вам. Спасибо большое. Еще раз вас поздравляю. Спасибо за сегодняшний диалог. Спасибо вам. Командир войсковой части 5525 Андрей Смирнов был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. И до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok